Кеды, если я вам вред, да, сыночек, 4,5 года вытащил шнурки и спрятал их, чтобы мы ему не одевали их, потому что он не умеет их пока что еще завязывать, и он очень долго их в садике одевает, видать что-то там воспитательница или нянечка сказала, что он дольше всех, но он пришел домой злой и достал шнурки отсюда и спрятал их где-то, чтобы мы ему их не одевали, ни в коем случае. Вот такой вот догадливый ребенок, я теперь не знаю, где они, входит пока в кроссовках, из босоножек из одних вырос, недавно меряли, вроде бы были нормальные, уже сейчас одели, смотрю, уже пальцы торчат, сейчас пойду еще поищу, у меня парочка были на вырост у него, новеньких, пойду сейчас поищу. Ну, тут в этом шкафу нету, тут у нас колготы на вырост, носки на вырост, короче, куча подтяжек, знаю, скоро, наверное, и до них дойдет раздавать, но пока пусть будут. Так, тут ничего нету, тут тоже хлам на раздачу, короче, видео, ай, что в моем комоде, да? Так, тут я тоже его разбарахолила, сыночка, тут одни шорты, более-менее приличные, которые, тут, ну тут это мои вещи, остатки, часть неразбарахоленных, хоть сама себе гляну, что. Короче, где же могут быть босоножки? Вот в комодик с моими вещами, блин, смотрю, у меня тут упаковки, короче, а я сегодня следки ходила, покупала, потому что у меня дома их нету, я считала. Тут вообще, это носки для бега, они отдельно хранятся, это уже для занятий на турнике, но тут я типа все спортивное такое. Это тактические перчатки покупали дочки для корда, там еще скакалка, ну, короче, спортивная одежда. Прекрасно, значит, следочки надо будет сюда доложить. Держи, а тут родомеры были, я не знаю, ага, все достало, и ничего тут не осталось, чуть-чуть памперсов. Блин, куда же я тебя, тут я достала все. Тут тоже, кстати, кепка мне не нужна. Этот я люблю, пусть пока лежит. Блин. Нашла. Эти, походу, ну, конечно, сейчас оставлю, может быть, к концу лета будут нормальные. Ну, как по мне, наверное, на следующий год будут. Надо будет дать ему померить, может быть, за эти, ну, и нормально будет. Ну, ему в этих комфортно, как вы считаете. Нормальные ему будут. Ну, у этих 28, у этих 31 написано. Не знаю. Надо будет померить, насколько ему комфортно будет в таких ходить. Ну, вот, да, я по уровню ставлю. Получается. Тут будет нога. Ну, в принципе, у него нога широкая, надо посмотреть, может быть, если затянуть, еще и нормально будет. А сейчас покажу, какого размера идти. Ну, тут мне еще надо разбарахолить. Вот это он уже повырастал. Я вам это тоже соберу. Отдам знакомым. Так, тут он еще. Вот в кроссовках он сейчас ходит, в кроксах по улице гуляет. Вот у нас мои босоножки, мои калоши. Мужа кроссовки. Ой, блин. Это непонятно, что выкинуть надо. Это на зиму убрать. Тут еще. Вот эти надо убирать. Капец. Мои кроссовочки. Вот эти тапки ужасные. Просто дочка их вот это носила. Гляньте на них вообще. Я их выкину, пока она уехала. Вот это он уже надо спросить. Короче, займется. Вот эти уплотнители, они по-моему, с других. Так. Наши зимние тоже. Надо спрятать. Хотя он уже с них явно вырастет. По-моему, и отдам. И на зиму нам будет покупать. Так. И тут нам будет позаметать. Потом. Трава всякая. Капец. Разгребать и разгребать. Так. Ладно. Пока что вот это заберу. Помою. Вот эти кроссовки очень клевые. Пумовские. Но они меня немножко жмут. Не знаю. Надо будет отдать. Наверное, тоже под... Короче, это стирать. Это мужа. Надо ему сказать, чтобы он разобрался со своей обувью тут. Потому что скажу, что тут только его осталось. Уже вот кроссовки. Вот кроссовки. Вон там ботинки. Тут ботинки. Пусть определится, что он носит. И прекратит все заставлять. Вот. Так. Будем убирать дальше. Мы пока оставим вот так вот все. Вот эти надо отдать. Мы уже тоже с них выросли. Заберу, протру. На них уже стоит родственница. в очереди. Сегодня купила боксики вот таких вот двух размеров. Попробую, в каких мне будет удобней складировать. Каких лучше покупать. Ну, в принципе, разница у них по цене. Вот этот, по-моему, почти в два раза дешевле. Возможно, вот таких выгоднее покупать много. Ну, и, конечно же, мои посылочки на расхламление. Тут куча всяких вещей, кофточек там. Такое тут обувь, которую я уже показывала, да, очки, босоножки, тапки, памперсы. Да, все остальное еще пока не паковала. Сейчас это надо спаковать, описать и отправить. Ну, а писать, я имею в виду на Укрпочте зайти, адреса написать и отправить. В общем-то, пока-пока вещички. И, гляньте, у меня полметра кубического, да, или полметра, это много. Четверть метра кубического освободилось в доме. Спасибо всем большое.